слава иисусу христу слава навеки богу святому и ни в коем другом нет спасения братья и сестры дамы и господа нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся приветствую всех вас кто подключился именем господним доброе утро всем благословенное доброе утро и сегодня трансляцию с утренней молитвы делаю после поездок всех этих я извиняюсь немного хрип вот и и сегодня молюсь благоставляю бога благодарю бога в том числе и завод восстановление голоса вот и за ну за все за все благодарю его слава господа так что вам привет всем огромный от всех святых с бердичева аллилуйя аллилуйя из киева дэр барен дикер вот такое высказывание знаменитое не высказывание а главное слово в проповеди в бердичеве жил один еврейский праведник давно еще в восемнадцатом веке вот в начале девятнадцатого он по моему умер уже да в начале девятнадцатого века 1810 9 10 год левийц хак бен маир из бердичева дэр барен дикер это знаменитый его найдешь значит милосердный очень милостивый значит многомилостивый милосердный милосердие милосердный дэр барен дикер и я очень богу благодарен за эту действительно возможность такую вот 20 лет спустя снова быть в бердичеве в эти дни вот проповедовать там вот при вернулся в киев сюда вот но и здесь в киеве молюсь за бердичев молюсь житомирской области вспоминаю эту поездку да сейчас погода такая правда не совсем располагает к поездкам но в любое время года в любой погоде миссионеры слова божьего проповедники трудятся вот и ну что я назвался груздем полезай в кузовок дело божье делать надо задоринкой радостно весело вот не унывать и действительно и бог да благословит всех нас братья сестры вот и воскресенье я уже здесь уже вечером был в киеве и вчера в понедельник начал тему историю восточной церкви истории православия в школе от миссии молодежь с миссией называется молодежь с миссией здесь в киеве вот сейчас я после утренней молитвы уже собираюсь приготовляюсь и поеду снова туда в школу будут проводить занятия у кого возможность будет то с 11 00 по киевскому времени подключайтесь к трансляциям вчера получилось сделать трансляции слава богу я очень богу благодарен за это вот сегодня буду продолжать слава господу аллилуйя да если вы в киеве если у вас есть время свободное сегодня до обеда там то приезжайте тоже вот адрес этом дам ну принципе молодежь с миссии набираете вот значит и в общем то попадаете как раз на этот сайт их не вот это от метро славутич не так далеко от метро славутич там маршрутки ходят регулярно вот туда к этому месту вот пусть бог благоставить всех вас братья сестры спасибо спасибо господи за доброе утро это спасибо благоставляю тебя великий бог сегодня утром дождик в киеве и вспоминается сразу из писания что он посылает бог посылает дождь и на праведных и на неправедных всем 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 это образ образ дождя бога познания образ дождя духа святаго и образ такой очень красивый образ благодати пример такой как бы да очень хоть красиво художественный пример и сегодня действительно время благодати эра благодати эпоха благодати когда господь изливает духа святого на всю нашу истрадавшуюся землю вот и люди разных национальностей культур традиций испытывают потрясающее благословение сегодня кстати вот в этой школе где вчера начал преподавать да она называется забыл назвать название такой там христианский как-то тоже да сейчас посмотрю вот чтобы вы могли школа библейского христианского мировоззрения о вот такое название даже у них школа библейского христианского мировоззрения можете посмотреть вчерашние трансляции смотрю я да уже кто-то посмотрел и первую вторую третью и четвертую части вчерашние да значит и шалом сереже привет из тулы аллилуйя иночка привет всем привет деткам всем привет конфеткам внукам котам всем привет вчера школе тоже привет передавал вот сегодня в 11 часов а в 11 часов по киевскому времени получается по московскому в 12 уже будет это да по москве в 12 часов подключаетесь тоже к трансляции со школы так что занятия там значит с перевод с переводом на английский язык идут занятия потому что там в школе где вот сейчас я преподаю там студенты учащиеся очень разные и есть англоязычные которые русский вообще не знает язык ни украинский не русский вот и насчет поэтому идет тут же перевод на английский язык вот немного сложно так вот ну ничего справляюсь слава богу господь благоставляет и что скажу хочу благословить вас всех братья сестры сегодня хочу совершить тоже хлебопреломления причастия божественной евхаристию хлебопреломления воспоминания тела и крови христа жертвы христовой и ведь он принес себя непорочного богу чтобы нас спасти чтобы нас очистить мыть спасибо господу за все аллилуйя аллилуйя и вот здесь песню эту тоже пил я а вот вот мне понравилось очень я просто я слышал много раз ее и куплет вернее припев я так вот знал слышал на служениях часто в разных церквях а вот сами куплеты не знал как они ну можно я думаю импровизировать как-то тоже переделать немного и там звучит так хочешь ли снега белее ты быть есть сила в крови в крови христа кровь иисуса все может омыть есть сила в его крови сила божья животворная в крови христа сила божья чудотворная в драгоценной крови христа аллилуйя слава богу и надо будет наверно тоже эту песню у нас в церкви петь мы когда-то пели здесь у нас здесь в киеве в церкви мы пели эту песню когда-то давно вот и знаете куплет мне запомнился на самом деле этот очень хорошо потому что ну саму суть выражает самое главное самое основное сила в крови иисуса христа вчера я рассказывал о ну о божьих деяниях в наш век в наш час в наше время в наших судьбах в моей судьбе вот и сегодня тоже я нуждаюсь в исцелении а где исцеление в чем исцеление я знаю в чем исцеление в иисусе христе в крови драгоценной иисуса христа и поэтому я сегодня провозглашаю тем утром вот эти прекрасные слова золотые слова что я спасен исцелен благоставлен драгоценной кровью иисуса христа и сегодня давайте помолимся об этом и Бога поблагодарим сегодня молюсь тоже за нашего Алексея Ивановича нашего благочинного здесь в Киеве вот и сегодня особенная молитва за него потому что он у нас сегодня именинник сегодня ему исполняется 61 год вот да получается он на 11 лет мне старше вот ему 61 год сегодня так что Алексей Иванович если вы там подключились уже с позаранку с утра то примите мое поздравление сразу же вот ну если нет то тогда уже в записи посмотрите благоставляю вас благоставляю вашу семью во имя Иисуса Христа ну и кто еще может я не знаю кто из подключившихся может тоже сегодня именинник я поздравляю во имя Господне во имя Иисуса Христа ну в марте месяце у нас две наших дочери две девочки наших рождались поэтому у нас тоже дни рождения вот 15 и 20 марта вот но может кто то в марте родился не знаю тоже вот из вас благоставляю вас во имя Господа Иисуса Христа благоставляю вот и но самое главное самое великое конечно это рождение свыше рождение новое о нем вчера я говорил я вчера говорил в том числе и о рождении свыше даже в самом начале кстати говорил можете посмотреть там вот как раз здесь на ютубе вчерашние вот эти трансляции первая часть самая как раз вот там как раз и рассказываю о рождении свыше и свидетельствую как раз о спасении свидетельствую о том пути с Господом с Богом моем пути с Богом и в общем то вот слава Богу за все конечно вот поэтому я благодарен Богу конечно за то что мы родились за наших родителей да воздаю хвалу и славу что да мы рождаемся от любви наших родителей да и мы появляемся на свет слава Богу но еще более великое чудо еще несравненно более великое чудо что мы будучи рожденными нашими мамами папами мы рождаемся еще новым рождением свыше от Бога не просто от хотения мама папы нет а еще от рождения Бога у Него есть хотение рождать детей чтобы мы родились свыше Иисус сказал вообще что кто не родится свыше не увидит Царство Божье поэтому я тоже говорю об этом и даже в таких трансляциях хотя в основном смотрят конечно такие трансляции уже люди верующие спасенные уже возрожденные но мало ли кто сейчас нагонялся как говорится на трансляцию заглянул вот если вы еще не спасены если вы еще не знаете Бога то прямо сейчас можете познакомиться с Ним прямо сейчас можете поговорить обратиться к Нему от всего сердца неважно где вы находитесь пожалуйста хоть в дороге в пути хоть у себя дома в офисе где угодно потому что для разговора со Всевышним в общем то надо лишь одно просто любящее сердце просто искреннее сердце все вот в любой обстановке в любой ситуации человек может воззвать Господу и Господь услышит действительно он слышит и отвечает и самое главное самое основное верьте что Бог есть и что Он очень любит вас любит каждого из нас любит всю нашу землю и Он доказал свою любовь люди порой несправедливо обвиняют Его во всем но Он доказал свою любовь несмотря ни на что отдав свою жизнь за нас отдав единородного своего Сына Иисуса Христа отдав кровушку свою за нас и тем самым Он однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное в Иисусе Христе дар Божий для всего человечества поэтому просто попросите у Бога примите у Бога просить оно уже дано уже просто надо принять это и сказать Бог я прихожу к тебе прости меня я не знал тебя раньше но сейчас я знаю ты любишь меня ты Бог мой ты создал весь этот мир и ты отдал Сына своего Иисуса за меня да кто я такой если я не буду благодарен тебе за то Боже я благодарю тебя я принимаю твой дар великой любви прощения исцеления благословения твоего Божия потому что заплачено величайшей ценой во всей вселенной возможной самой возможной великой ценой из всех возможных это твоя жизнь это твоя кровушка спасибо тебе Господь Иисус Христос ты мой Господь ты мой царь ты мой брат ты мой друг ты мой целитель освободитель ты все для меня спасибо тебе наполни меня духом святым и сегодня я совершу причастие хлебополомление Господь и во славу Твою воспоминая тело и кровь Твои пролитые за меня ломимые для меня спасибо тебе Господь ешьте пейте друзья тело и кровь Иисуса Христа это действительно означает что мы с ним одной крови мы с ним одна плоть мы плоть Иисуса Христа тело Иисуса Христа все уверующие уверовавшие рожденные свыше люди перерожденные духовно действительно это тело Иисуса Христа тоже вчера об этом говорил в школе слава Богу вот и причастие совершим помолимся поблагодарим Бога за все вот можете налить себе сок виноградный если есть у вас в идеале да значит и хлеб или просто воды даже вот у меня сегодня вот просто вода и просто хлеб значит просто отрезал себе немного белорусского хлеба ржаного вот и налил себе немного воды и хлеб вода но самое главное не качество вина или хлеба в причастии Самое главное, качество нашей веры, нашего рассуждения. Потому что причастие, я напоминаю, оно совершается не просто ртом или желудком нашим. То, что входит в нас, Машиах сказал, что это нас не оскверняет и не может осквернить, тем более осветить не может нас, мы должны понимать. А что же нас оскверняет или освещает? То, что исходит из сердца. А что нас именно освещает? Это больше всего, вообще единственное, что освещает, собственно, человека сегодня в мире, это наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Наше рассуждение о теле и крови нашего Господа, Спасителя, возлюбленного нашего. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Спасибо Тебе за всё. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и всё собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришёл и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, Хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Господу Всебогущему, Хвала. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя за это доброе утро. Благодарю Тебя за милость и благодать, сегодня обновляющуюся к народу Твоему. Благослови Господь нас, благослови народ своим миром, благослови всех, Боже, детей своих по всему лицу земли, Боже, верующих разных национальностей, культур, традиций, верующих разных, разных, разных. Боже, разных ветвей христианства, Боже, всемогущий, спасибо Тебе, Боже. Благослови сегодня Израиля, благослови сегодня еврейский народ и все народы нашей страдавшейся планеты. Аллилуйя. Евгений пишет, шалом из Читы, шалом всем Читинским и Забайкальским и всем-всем-всем святым. Слава Богу, пусть Господь благословит вас. Так что, друзья, да, в Чите буду рад послужить у вас Словом Божьим. Еще не служил в Чите, вот, только был так пролетом, получается. Вот, но Бог даст, побывая у вас. Слава Богу. Так что, может, даже этим летом приглашайте, буду рад послужить. За Уралом. Последние годы я обычно за Урал не переезжаю, только до Урала. Вот, но, наверное, пришло время и за Урал тоже снова поехать. Вот, такую поездку такую до самого там Дальнего Востока. Слава Богу. Чтобы действительно Слово Божье звучало по всем городам, селам. Господь восстанавливает своих делателей. И в этой школе, где миссионеры, где молодежь с миссии, где я вот сейчас преподаю, то, знаете ли, вот, чему радуюсь, что разные люди, разных национальностей, разных культур, да, традиций, но объединились, объединены именно любовью Господа, любовью Божьей. И жаждут трудиться и трудятся. Слава Богу. Роман пишет, да, Аллилуйя, шалом, мир и радость. Аллилуйя, Аллилуйя. Вот, и давайте, друзья, помолимся, как тело и кровь Господа, потому что тело и кровь Господа сегодня это мы верующие. Тело и кровь Господа сегодня это мы христиане на этой земле. Потому что тело Христа сегодня это не только прославленное тело Господа, ведь он вознесся на облаках туда, в небеса. Но телом Христа называется в Ном Завете также и церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Церковь называется столбом и утверждением истины, да. И сравнивается с храмом, называется храмом Божьим и называется телом Машиаха, телом Христа. Я вчера тоже говорил и о храме Божьем, что некоторые люди, многие даже, полагают, что третий храм Божий, вообще третий храм это тот, что построят в Иерусалиме, вот, тот, что построят евреи снова, как бы, вот, в продолжении того прежнего строительства, которое было, значит, да. Ну, в принципе, в еврейском народе мечта такая, она сохраняется всегда, и сейчас многие об этом, в общем-то, говорят, да. Евгений пишет, да, спасибо, будем рады, время придет, Господь все усмотрит, будем молиться за это, аминь. Аминь, Евгений, да. И не забудьте под этими видео, и не только для Евгения, говорю, вообще, для всех, кто подключился или поток будет смотреть, под каждым видео, в том числе под этим, там есть все координаты, о чем молиться, как можно финансово участвовать в моем служении, там, и все. И там телефоны, контакты, есть, имейл, есть, там, и прочие контакты, вайбер, ватсап, по российскому номеру мы ему там как раз зарегистрированы, вот, плюс семь, девятьсот пятнадцать семьсот восемьдесят сорок восемь семьдесят четыре, там, по-моему, такой номер, там проверьте. Вот, значит, и это контакт для, значит, связи как раз. Короче, все пароли, явки, адреса, все там указано. Вот, и я хочу продолжить, что третий храм Божий, на самом деле, он уже строится два тысячелетия. Этот третий храм, он самый великолепный, это тело Христа, тело Машиаха, и оно строится из живых камней, на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем, самого Иисуса Христа. Здание огромнейшее строится из живых камней, и основанием его является Христос, и куполом его, завершением этого храма, является сам Иисус Христос. Глава церкви написана, это Христос. Вот, и весь этот храм, он называется телом Машиаха, телом Христа. Так что, Машиах сейчас, Христос сейчас здесь, Он сейчас в нас, великое таинство веры, и то, что мы совершаем Евхаристию, хлебопреломление, причастие, мы тем самым действительно провозглашаем, что мы с тобой, Господь, одной крови, одной плоти. Мы одно целое, я и Отец одно. Тогда говорил это Машиах, два тысячелетия назад, сегодня говорят это миллионы и миллионы верующих, рожденных свыше людей. И сегодня мы провозглашаем победу нашего Господа Иисуса Христа, и поднимаем бокалы, чашины, и провозглашаем, что кровь Иисуса Христа была пролита за каждого из нас. И лично за меня, и тело Христа, оно было мимо за меня. Я часто совершаю хлебопреломление, бывает, и даже просто в дороге, где-то в парке, допустим, где-то там в автобусе, там в электричке. Без разницы, в самолете, там парус был тоже, значит, просто в поезде, где угодно. Беру с собой водичку, допустим, сухарик какой, вот, значит, и помолюсь, поблагодарю Бога, что Господь, спасибо Тебе за телу и кровь, Сына Твоего Иисуса Христа. Вот, принимая причастие с верой, я знаю, что, действительно, то, что, вот, исходит из нас в этот момент, да, из верующих, это освящает нас, действительно, это, и нам это напоминание Вечного Завета, Нового Завета, заключенного через кровь Господа Иисуса. Помните, да, ту вечерю, последний ужин с учениками Иисуса, и это был последний пасхальный, будем так говорить, седр, да, последний пасхальный такой ужин с учениками Иисуса, последний пасхальный, я имею в виду Ветхого Завета, но первый уже Нового Завета, получается, он же является первым уже Нового Завета. Почему? Потому что после завершения этого ужина, да, тайной вечери, мы говорим, тайной вечери, вот, когда уже все было съедено, выпито уже все, все тосты уже поднимались уже, значит, как принято, да, вот, по книге Исход, шестая глава, там, шестой и дальше стихи, когда первый там бокал поднимается, тост всегда на пасхальном, да, ужине, это за то, что мы вышли из Египта, ну, понятно, да, значит, это, собственно, как бы и начало этого банкета и всего торжества про Пасхи. Потом второй бокал поднимается, чаша всегда о том, что мы говорим, что Египет вышел из нас, то есть первое, что мы вышли из Египта, второе, что Египет вышел из нас, потом третий бокал поднимаем во время этого пасхального такого пиржества, значит, да, вечеретый, тайный, таинственный, можно сейчас выразиться так вот. Третий бокал, он, тост звучит о чудесах и знамениях Бога, всемогущего, всесильного нашего Бога. Мы перечисляем казни египетские, в новозаветном формате мы говорим о чудесах и также происходящих во время нашего исхода из царства тьмы в царство света, ведь благодать и истина через Иисуса Христа произошли. И мы свидетельствуем и хвалимся Господом, говорим, что да, и в нашей жизни, и в наш век, в наш час Иисус Христос тот же самый, что и прежде. Вот, и говорим, что действительно Бог живой, это третий бокал. Потом четвертый бокал уже под конец уже этого пиршества пасхального, тост четвертый, он всегда звучит испокон веков самых тех Моисеевых времен, он звучит в честь Бога усыновления, что мы ныне не рабы фараона, мы теперь рабы Бога, мы теперь дети Бога, мы теперь усыновлены, удочерены, мы теперь часть его семьи, межпахи, этой действительно чудесной семьи божественной. Вот, и мы благодарим Господа за все и вспоминаем тот момент, когда Он вывел нас из Египта, но привел нас с горе и дал заповеди, дал Слово Свое, и мы стали под власть Бога. Выйдя из под власти противника, да, фараона, мы стали под власть Бога. Удивительный четвертый тост. Но пятый бокал, пятая чаша, она наливалась всегда с самых тех древних времен, но к ней не притрагивались, она так и оставалась символом на... уже гости расходились, допустим, люди расходились, допустим, выходили, а чаша так и стояла на столе, как бы, ну, на том месте, где совершался пир, собственно, пир, на том месте. И она собой символизировала всегда грядущее царство Машиаха. И верили евреи всегда, что сам царь Машиаха, сам Христос, он однажды эту чашу поднимет, и царство свое провозгласит. Сегодня, значит, в иудаизме обычно называют эту чашу чаши Ильи, пророка, Ильяху. Поэтому считается, что Илья чашу эту поднимет однажды в семье какой-то благочестивой еврейской. И царство не свое, правда, но царство, опять-таки, Машиаха, царство Христа провозгласит. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. И после той последней вечери Ветхого Завета и уже первого такого банкета пира, уже нового завета, нового заветного формата, Машиаха действительно, он взял пятую чашу. Я представляю, какая революция совершалась в уме всех собравшихся, тех двенадцати и кто еще был там за столом на том пиру пасхальном. Конечно, это было потрясением, было огромнейшим потрясением, потому что он уже все карты раскрыл в этот момент перед ними, он показал, кто он. Ну и так было ясно же им, ученикам, но здесь он вообще, он просто самим действием, он поднял чашу, которую не осмеливался никто никогда поднимать. О, и он, ведь и раньше он поднял, раньше участвовал в этих пирах пасхальных. С детства родители Иисуса, да, значит, приводили его, значит, к храму, и каждую пасху они были к храму, приходили, значит, в Иерусалим. Вот, и потом уже с учениками своими там три года, да, они там, значит, там пировали на пасху. Но Иисус откладывал на последок самое удивительное это откровение. И он пятую чашу не поднимал, конечно. Но здесь свершилось чудо. После вечера, когда уже все было съедено, выпито, он вдруг нарушает эту табу. Он берет чашу и говорит, друзья, пейте, пейте из нее все теперь. Это и есть чаша Новый Завет в моей крови, которая проливается за вас. Его кровь была в нем еще, он еще ни капельки крови своей не пролил за нас, но он сказал об этом. Почему? Потому что он есть агнец, закланный от века. Агнец от века закланный. И они пили. В общем-то, де юре уже Новый Завет наступил. Но де факто это произошло через несколько часов. Когда Машех, действительно, окорбавленный на кресте, как жертвенный агнец Божий, воскликнул, совершилось. И завеса в храме разорвалась. Спасибо тебе, Господь. И на той вечере последней, да, он дал хлеб. И ели ученики. И он сказал, это мое тело. И вот рассуждаем сегодня о теле и крови Господа Иисуса Христа. Да, коли он придет, мы это делаем. Уже два тысячелетия, почти два тысячелетия. Скоро будет два тысячелетия. Новому Завету вообще, Евангелию Христову. Два тысячелетия именно Церкви Божьей. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Здесь, в Киеве, планируем провести собор, как раз, посвященный двухтысячелетию нашей с вами Церкви. Церкви Иисуса Христа, Церкви Божьей. Столпую утверждению истины. В 30-м году, в 2030-м планируем провести это мероприятие. Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. Спасибо тебе. А из ближайших мероприятий, соборов нашей Церкви, это 2023-й год будет. В 2023-м году собор, посвященный как раз столетию нашего братства, православного обновленничества, бывшей Российской империи. Ой, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Боже. Благодарю тебя за тело и кровь твои. Благодарю тебя за победу твою. Благодарю тебя за все. Благословен Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа, праведника, чтобы всякий верующий в Тебя, Боже, не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, за дар твой, жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо тебе, Господь, за все. Аминь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую, благодарю тебя, Отец. Бог мой, царь мой, Аллилуйя, Егова, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, возлюбивший меня, Господь, спасибо тебе, возлюбивший всех нас. Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель наш, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Целитель мой. Благодарю, О, Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, Я тебя, мой Бог, люблю, Я тебя, Господь, люблю, И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, за дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашем, Господе моем. Тело Христа, кровь Христа, примите, ешьте, благодарите Бога за все, за спасение, за дар Его. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Святой. Лехаим, за жизнь, Ты отдал свою жизнь, за жизнь мира, возлюбив этот мир, Ты взошел на крест, принял смерть за нас, и Ты воскрес воистину для моего оправдания, для оправдания каждого человека, для оправдания всех нас. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Аминь. 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 Спасибо тебе, Господь, спасибо. Аминь. 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 Пролил святую праведную кровь. Аллилуйя! Видел глаз людской и слышали уши, Как страдала невинная плоть, Чтобы знали все грешные души То, как сильно всех нас любит Господь, Чтобы знали все люди на свете, Как нас сильно всех любит наш Бог. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя. Ты был гоним для нашего спасения. Был беден, чтобы в Тебе я стал богат. Ты раны принял мне на исцеление. За грешников был праведник распят. За всех нас, ради всех нас был праведник Иисус Христос распят. И для оправдания нашего воскрес. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Благослови моих братьев и сестер сейчас, Причастников, причастниц, поздравляю С причащением святых христовых тайн, Телой крови Господа нашего Иисуса Христа. И благоставляю Вас этим днем благословением священников. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Да, дамы и господа, хорошего всем дня. И сегодня напоминаю, что в 11 часов по киевскому времени, или, соответственно, в 12, получается, по московскому, возлюбленные, подключайтесь к трансляции с библейской школы, где я буду преподавать. Вчера была трансляция, сегодня будем делать продолжение. Лия Данай, Аминь, пишет. Дякую, Роман, Аминь и Аминь. Аллилуйя. Благословение всем вам. Аллилуйя. Обнимаю, люблю, целую всех во имя Господа Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя.